Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии Торника. Собственно, как и всегда, мы анализируем события, которые происходят на финансовых рынках, для того, чтобы быть в курсе всего самого значимого в плане фундамента, для того, чтобы не упускать из вида ни один интересный новостной катализатор, ну и, конечно же, для того, чтобы иметь четкое представление о том, какие долгосрочные инвестиционные сделки должны быть сейчас в нашем портфеле и почему. Начнем, друзья, от такого саблиц, подведения итогов вчерашней торговой сессии по динамике ценовой тех валютных пар, которые мы с вами анализируем. В целом, главный итог, который можно сделать, доллар немного восстановился, это, да, небольшая победа, очень легко американцы могут затащить снова вниз и, скажем, продавить ту же самую пару, доллар японская, и она ниже, америки 108. Но все-таки будем говорить о том, что сейчас впереди с большей вероятностью, конечно же, сопротивление 109, может быть, даже стоит замахиваться на такой психологический рубеж 110, нежели чем говорить о том, что котировки данной валютной пары могут просесть ниже уровня 108. Когда мы переключимся непосредственно на пару доллара японской и иены, я попробую обрисовать новостную ситуацию, которая сейчас складывается в отношении доллара. Ну и вы решите для себя, друзья, какая сейчас идея и что можно использовать для торговли этим дуэтом активов, и стоит ли все-таки на американца делать ставку. Европейская валюта скорректировалась в соответствии с нашими ожиданиями фунта. Мы здесь делали ставку на рост, но допускали то, что после того ралли, которое случилось, конечно же, фунт как рисковый инструмент может быть подвержен таким локальным, неграничным настроением, да и потом после такого роста вполне логично коррекция. Вот, возможно, мы сейчас ее и наблюдаем. Пока что пара держится выше важной поддержки 1,40, актуальной котировки 1,40-1,45. И ни в коем случае, друзья, еще не отказываемся от состоятельности ралли, от того, что фунт можно подождать гораздо выше. Нефтянка у нас корректируется, довод канадец потихоньку растет, восстанавливается. Призываю вас присмотреться к этому, к этой валютной паре, потому что канадский доллар, мне кажется, сейчас среди всего спектра финансовых инструментов, пожалуй, самый уязвимый инструмент. Может быть, даже потенциально более уязвимый, чем европейская валюта, которую мы также продаем на основании тех сигналов, которые были получены от Европейского центрального банка в минувший четверг. Американский фондовый рынок с огромным удовольствием для себя, с прям превеликим удовольствием констатирует то, что мы начали снижение, друзья. И распродажи, которые мы наблюдали в ходе вчерашней торговой сессии, стали максимальными с начала этого года. Более того, можно продлить вот эти исторические параллели. И последний раз мы видели такую провальную сессию несколько месяцев назад. Это хороший сигнал, который мы, как продавцы американского фондового рынка, надеялись получить очень давно, то, что наконец-таки стали разгружать эту секцию. Сегодня мы видим, как давление на актив сохраняется, американские фондовые индексы продолжают снижаться. Надеюсь, что это не просто коррекция локального характера после достигнутых максимумов. И делаю очень большую ставку на то, что мы наконец-таки развернулись. И начали снимать вот эту перекупленность. Для того, чтобы более-менее успокоить, разгрузить площадки, нам нужно просесть пунктов на 100-150. Это более-менее. В идеале бы даже сходить еще ниже. Я напоминаю, что есть у американского фондового рынка риск коррекции процентов на 10-15. Конечно же, в пунктном выражении это еще больше просадки, чем, скажем, снижение на 150 пунктов. Но будем следить за тем, как обстоят дела дальше. Я надеюсь, что американский фондовый рынок все-таки снижается не исходя из технических факторов, а исходя из того, что трейдеры, которые все-таки были в этом активе, осознали, что пора бы, конечно же, уже спуститься с небес на землю. Также я рассчитываю на то, чтобы в этом активе оказались очень крупные, солидные деньги, которые ждали конкретный уровень, по достижению которых ими изначально рассматривалась возможность уже активных продаж. Но не будем как-то, друзья. Не хочется, чтобы американский фондовый рынок лихо развернулся и снова начал расти. Будем пока действовать в соответствии с тем, что сейчас развивается, констатировать вот эту коррекционную динамику и вербально, может быть, скажем, визуализировать то, что это снижение продолжится и дальше. Но теперь подробнее про нефть сначала. Клосса прошлой торговой сессии, то есть первой торговой сессии этой недели, 69.08. Речь идет о котировках Brent. Сейчас актив торгуется на уровне 68.83. Наконец-таки мы отбились от психологической планки. Правда, уже неоднократно наблюдалось это за последние несколько недель. Опять же, не будем говорить, пока не перепрыгнули. Но коррекция идет, друзья. Это тоже в соответствии с нашими с вами расчетами. Пока что настроение начинает приподниматься, потому что мы хотим поймать нефтянку гораздо ниже. Очевидный вывод, который нужно сделать сейчас. Сейчас участники рынка больше обращают внимание на статистику, которая продолжает указывать, сигнализировать о том, что американские производители активно монетизируют преимущества, скажем, выгоды от крайне высоких цен на нефть и отсутствие обязательств по снижению добычи углеводородов. Прошлая неделя по количеству нефтяных терминалов стала, ну, на протяжении последних нескольких месяцев мы с вами анализировали статистику Беккер-Хьюз. Но я думаю, что прошлая неделя прям выдающаяся такая, потому что у нас рост числа терминалов на 12 единиц, да, 759. Чтобы вы понимали, это самый существенный прирост недельный аж с марта прошлого года, и мы находимся сейчас в каких-то жалких 8 единицах от максимума, который был зафиксирован вот так же годом ранее. Это максимум за несколько лет, и я надеюсь, что мы сможем переплюнуть этот показатель и пойти уже на количество платформ в районе 800 единиц. Все условия для этого, безусловно, осознаны. Также на настроение трейдеров продолжает оказываться влияние самое прямое – это статистика от администрации научнической информации по запасам и по объему добычи. Поскольку сейчас все-таки мы снижаемся, видимо, прошлый отчет по росту добычи на 128 тысяч до 8,8 миллионов баррелей в сутки не прошел бесследно. Он, пусть и с отложенным эффектом, но смог сплотить продавцов, которые также делают ставку на то, что американские производители продолжают увеличивать нефтедобычу и тем самым продолжат создавать риск перенасыщения для всей глобальной арены черного золота. Мы про это ни в коем случае, друзья, не забываем, поскольку штат для нас всегда был по нефти регионом номер один. Ведущим регионом мы делали изначально большой акцент на то, что американские производители снижают эффективность усилия ОПЕК участников энергетического пакта. Но до этого у нас не было возможности вернуться, собственно, к этой теме, к обсуждению, потому что мы начали, к сожалению, этот год с очень резкого снижения по объему добычи, но сейчас ситуация меняется. И мы видим то, что планка в 10 миллионов будет уже совсем скоро достигнута по производству. Также на котировке нефть оказывает давление, укрепление курса американского доллара. Если говорить про прошлую неделю, то, пожалуй, именно слабость американцев выступила одним из основных катализаторов роста стоимости на сырье. Логика, которая продолжает придерживаться руководствоваться трейдера, я вам вчера не рассказывал, повторяться не буду. Просто запомните такие прописные правила, что снижение курса американской валюты стимулирует рост в области на сырье. Свощи укрепления курса доллара приводят к тому, что котировки сырьевых инструментов идут вниз. Сейчас доллар уже совершенно не поддержка для нефтянки, напротив фактов дополнительной разгрузки. Поэтому будем следить за долларом и будем ждать с нетерпением следующий отчет от администрации аналитической информации. Он выйдет уже, собственно, в эту среду. Если производство нефти снова будет в сопоставимых с прошлой неделей значениях, там около 100 тысяч баррелей, то тогда мы еще ближе станем планке в 10 миллионов баррелей в сутки по производству в Штатах. И я надеюсь, что этого уже будет достаточно, чтобы цены на нефть преодолели и уверенно закрепились. Сейчас мы видим бренд пониже этой планки, но все-таки черное золото может легко и возобновить растущую динамику и бочий тренд. Будем рассчитывать на медвежий сценарий и ждать статистической поддержки для нашей идеи. Рубль 56.33. Для того, чтобы российская валюта все-таки пропустила вперед американца, да и европейскую валюту тоже, нужно, чтобы нефтянка, конечно же, просела ниже текущих значений. Потому что близость 69.70 все равно больше позволяет трейдерам говорить о том, что нефть держится на многолетних максимумах, нежели чем о том, что нефть развернулась. Я думаю, что такой переломный момент для рубля будет только в том случае, если бренд снизится ниже 67 долларов за баррель. Тогда и рубль против доллара будет котироваться выше 57,5. Цели долгосрочные и ясны. Мы, правда, хотели и планировали наблюдать за котировками в районе 60 уже в начале этого года. Но ведь то, что планы наши пришлось скорректировать, исходя из того роста, который показали цены на нефть. Доллар японская иена. 108.96 сейчас котировки. Это выше, чем те уровни, из которых мы, собственно, начинали эту неделю. Доллар пока восстанавливается против своего японского конкурента. Доллар оказывает давление на прочие финансовые инструменты. Доллар остается в центре внимания. На этой неделе уж точно это бесспорно, потому что у нас несколько важных отчетов по активности потребителей. У нас заседание ФРС, которое состоится в среду. И у нас отчет по рынку труда, который будет вовлекован на закрытие этой недели. То есть классически, традиционно, первая неделя, месяца, первая, пятница, месяц, это выход данных по Non-Parm Perils, самый сильный отчет по состоянию американского рынка труда. Переоценивать значимость этого статистического релиза, ну, переоценить, точнее, невозможно, потому что это статистика, которая влияет на решение ФРС по процентным поставкам и позволяет свидеть вообще о состоянии американской экономики. Важно отметить, друзья, то, что трейдеры до сих пор не могут понять, на какой их комментарий Трампа, либо Внучина, делать большую ставку, потому что, как вы помните, их комментарии на прошлой неделе, касающиеся дорогой и слабой валюты, спровоцировали очень серьезную волатильность. И пока трейдеры все-таки думают, кто из них действительно был серьезен в своих суждениях и имел в виду какие-то будущие изменения, которые будут приводить к соответствующему отклику в курсе национальной валюты. Я думаю, то, что мы смело можем сказать, по крайней мере, точно и наверняка, что доллар сейчас очень подвержен словесным интервенциям, даже больше, чем статистике, поэтому на заседании ФРС у нас будет, возможно, даже большая ставка, нежели чем всегда, потому что в этот раз это не просто рядовое заседание американского регулятора, это заседание, которое будет последним для председателя ФРС Джанет Ель. Соответственно, подтвердена приверженность американского регулятора политики более высоких процентных ставок. Я уверен в том, что трейдеры тут же начнут монетизировать, дисконтировать эти суждения и использовать в качестве подтверждения сохранение прежнего курса монетарной политики, жесткого курса монетарной политики и при Джероме Пауэлле, который, собственно, уже, можно сказать, отчасти вступил в должности, в свои полномочия, но вот в лице такого полноценного, в статусе полноценного руководителя ФРС мы увидим его только на заседании после этого. Как действовать по доллару? Я надеюсь, друзья, то, что вам ясны перспективы касательно того, что может произойти с инструментом в том случае, если мы снова получим возможность говорить про ожидание как минимум трех повышений процентных ставок. Если вам интересно, то Джером Пауэлл, собственно, придерживается этой позиции. Три повышения процентной ставки – это, безусловно, позитивный сигнал для доллара, и мы можем отыгрывать этот сигнал. И, возможно, еще большим таким основанием, про которое ни в коем случае не нужно забывать, сейчас стоит отметить рост доходности американских трейджерс, потому что мы вчера десятилетки наблюдали на показателе в 2,7%. Это очень высокие показатели по доходности. Фактически они уже стимулизируют о том, что рынок всерьез закладывается под агрессивный темп повышения ставок в этом году. Ну и, разумеется, такие показатели доходности, они не могут проходить бесследно для доллара. Доллар обязан расти в соответствии с ростом показателей доходности казначейских облигаций. Возможно, доллар осознает это, поэтому вчера мы видели интерес к американцу, мы видим то, что интерес к доллару сохраняется, и важно, чтобы вы сами, друзья, поверили, что у доллара есть шансы на восстановление восходящего движения, ну и, разумеется, не отказываясь от своей взгляда по поводу того, чтобы увидеть этот актив выше текущих значений. В частности, чтобы далеко не отходить от доходности американских трежерис, хочется отметить еще и американский фондовый рынок. Мы о нем в двух словах уже поговорили, но считается то, что как раз коррекция вчерашнего дня, она преимущественно была связана с тем, что десятилетки добрались по доходности до максимума с последние, там, получается, уже 4 года, можно сказать, с 2014 года. Но я все-таки считаю, что американский фондовый рынок снижается по другим причинам. Снижается он потому, что ралли достигла своего апогея, и все, кто находится в этой секции, уже осознали, что просто нахождение вот в этой зоне Bollinger Point, точки кипения, дальше чревато очень большими рисками. И начали, собственно, выводить свои капиталы в преддверии, опять же, выхода очень важных квартальных отчетов, которые запланированы на конец этой недели. Тоже как идея того, что трейдеры готовятся к каким-то негативным сюрпризам, ну и на максимумах пытаются выскочить из этой секции, потому что фондовый рынок ждут не самые лучшие времена. Евро против доллара. Здесь новостной фонд, друзья, ни грамма не изменился. Мы по-прежнему должны помнить четкую позицию Европейского центрального банка по монетарной политике. Если вы забыли, напоминаю то, что ЕЦБ будет и дальше стимулировать экономику, поддерживать ее нетрадиционными способами, программа количественного смягчения, там крайне низкими процентными ставками, до тех пор, пока не удастся достигнуть, скажем, прогресса по инфляции, пусть даже не засыпиться непосредственно за цель, но создать устойчивый рост этих инфляционных ожиданий и осознание того, что инфляция находится, скажем, в тенденции уже такого же устойчивого роста. Вот вчера у нас была возможность послушать главного экономиста Европейского центрального банка Питера Пратта, но я надеюсь, те, кто регулярно, собственно, присоединяются к брифингам, собственно, следит за контентом, знают его не хуже меня, это человек, который является, по сути, одним из идеологов от необходимости сохранения текущих экономических стимулов, и он не изменил свою позицию, лишь подтвердил то, что программа количественного смягчения будет продолжена как минимум до конца сентября. Друзья, ну это уже намек на конкретные сроки, ну чем вам не доказательство того, что... Уверен, что в 2018 году мы с вами не получим повода, чтобы говорить о сокращении программы количественного смягчения и повышении процентных ставок. Но об этом вам говорят все самые важные, скажем, лидеры мнений ИЦБ, и многие из вас все-таки по-прежнему продолжают игнорировать такую позицию, но в конечном счете решать вам, если вы хотите купить евро, покупайте, я, конечно же, желаю вам удачи, потому что хочется, чтобы вы увеличили ваши депозиты, заработали, потому что именно материальная составляющая, она, конечно же, основа всей нашей спекулятивной деятельности. Но, друзья, не нужно попадать в ловушку вот этих избыточных ожиданий, которые сродни заблуждениям. У нас есть сигналы, почему евро должен оснижаться, но вот пока что евро котируется на довольно высоких уровнях только по одной причине. Это потому что доллар позволил рисковым инструментам забраться так высоко. Но это не будет продолжаться и вечно, поэтому имейте в виду, что так же, как и в рамках американского фондового рынка, распродажи могут начаться внезапно. В принципе, евро уже корректируется, и вот так вот последовательно, постепенно может уйти и в район 1.20. Конечно же, находиться в этот момент в длинных позициях будет сродни серьезным потерям и ощутимой просадке по вашим репозитам. Дальше идем. Фонд против доллара. Тоже новых новостей и сообщений для вас нет. Единственное, что мы сейчас видим, как снова возрастают негативные отношения со стороны оппозиционеров касательно Терезы Мэй и ее, скажем, премьер-министра. Ее должности, которая занимает очень многие советы с ее курсом. Очень большая ставка делается на региональные выборы. Они, по-моему, состоятся в Англии не так уж и скоро, в мае. И считается, что если региональные выборы будут провальными для Терезы Мэй, это станет основой для создания для, скажем так, вотума недоверия в отношении ее кандидатуры. Вывод, который нужно сейчас сделать из такого новостного фона, отнюдь не негатив. Я думаю, что Терезы Мэй это прекрасно понимают. Поэтому в ее интересах в ближайшие несколько месяцев, получается, до мая еще есть время, создать, скажем, сделать все возможное, чтобы процедура Брекзита прошла с минимальными негативными последствиями для Англии, чтобы Англия согласовала и выторговала все эти условия, которые ей хотелось получить, и на которых ей хотелось продолжить, собственно, сохранить отношения с Европейским Союзом. Потому что если ей это удастся сделать, если ей удастся прыгнуть выше головы, то тогда, конечно же, настроение общественное очень существенно изменится в ее адрес и, междуусловно, в лучшую сторону. Поэтому я считаю, друзья, то, что мы, как и раньше, имеем право полно покупать фунт в расчете на то, что будут еще сигналы прогресса по Брекзиту, будет сильная статистика. И даже если статистика нас не разочарует, мы слабость этих макроэкономических данных будем использовать и трактовать как возможность для ужесточения политики, потому что, в конце концов, как ни крути, но в рамках британской экономики все сводится к крайне высокой инфляции и теми действиями, которыми могут сейчас руководствоваться монетарные власти, для того, чтобы все-таки снизить вот это разгоняющее воздействие на показатели инфляции, охладить этот индикатор и поспособствовать росту активности потребителей. Поэтому по фунту у нас ожидания прежние, мы ждем очень высоко эту валютную пару, пока у нас котировки 1,40-1,45, сегодня, кстати, на повестке дня выступления Карни, которая состоится в 18.30 по московскому времени, Карни возглавляет британский регулятор, и я не сомневаюсь в том, что в этот раз Карни все-таки коснется вопросов непосредственно текущего монетарного курса и, может быть, намекнет на готовность регулятора повышать ставки, пусть и в отдаленном будущем, но все-таки это действие, которое является сигналом более жесткой монетарной политики. Поэтому фунт сегодня вполне может снова развернуться и реабилитировать лично себя в глазах покупателей, которые немного, скажем, разочаровались динамикой, потому что фунт потерял уже больше 200 пунктов с локальных максимумов, которые мы достигли несколько дней назад. Доллар Канадец, отдельная история, новости есть по переговору по НАФТО, в частности, эти новости касаются того, что, так же, как и Брэкзит, обсуждение затягивается, и, в частности, переговорщики США крайне недовольны теми предложениями, которые звучат со стороны Канады, считая их крайне неэффективными. Вот вам еще один тревожный звонок, что что-то страшное случится по этому торговому альянсу, вплоть до его расторжения, и это будет взрывная новость, друзья, для канадского доллара. В моменте, вот общаясь с коллегами, если дело дойдет до такого сценария, Канадец может провалиться там пунктов на 300, на 400. Вы должны быть к этому готовы, быть осмотрительными к, скажем, тем ориентирам, которых вы сейчас придерживаетесь. Моя рекомендация – это длинные позиции по паре доллар-канадец с целью, как минимум, на отметке 1.27-1.28. Так, друзья, из важных событий сегодня ждем выступления Карни в 18.30, и ждем, фактически, ночью со вторника на среду отчет от Американского института нефти по АПИ по запасам нефти. На основании этого отчета будем уже анализировать то, что мы сможем услышать от администрации аналитической информации. Ну, это все разбор полетов уже завтрашней торговой сессии. Поэтому давайте завершать. Большое всем спасибо, кто сегодня присоединился к прямому эфиру. Соответственно, не забывайте, что они проходят каждый день в 9.30 по московскому времени. Достаточно установить приложение «Перископ» на ваше мобильное устройство и подключиться к нашему каналу «Амаркет», чтобы попасть вместе со мной в прямой эфир и первыми, скажем, быть в курсе тех событий, которые на рынке случились и, скажем, изначально, в начале торговой сессии, быть вооруженными новостным фоном, фундаментом, который, надеюсь, многие из вас эффективно используют. Если есть вопросы, пожелания, как всегда, вы можете оставлять их на нашем канале на YouTube прямо под актуальным брифингом. Там есть секция для комментариев. Пользуйтесь этой возможностью. Я всегда отвечаю на ваши вопросы, даю комментарии, если есть в этом необходимости. Надеюсь, что, скажем, все ваши вопросы действительно были, как потребность, удовлетворены. Соответственно, если что-то не так, какой-то вопрос упустил, это, скажем, особо зла не таите. Если это было не специально, ну, задайте еще раз его. Попробую в этот раз не упустите. Друзья, большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.